доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы последним заключительным торговым дней этой неделе снова предлагаю обратить внимание на то что на финансовых рынках случилось за последний день и что на них может произойти в ходе текущей торговой сессии впереди в любом случае выходные друзья хоть какой-то позитив в рамках текущих 5 дней надеюсь то что вы как и всегда проведете их самым лучшим образом и понедельник мы с вами снова увидимся потому что понедельник у нас насыщенный день у нас и брифинг и разумеется вебинар правильный понедельник на который я с большим удовольствием вас всех приглашают также друзья не забывайте подписываться на наш канал если вы этого еще не сделали оставлять ваши вопросы мнение всех с комментариями безусловно ставить лайки большие пальцы огромное спасибо тем кто это делает давайте посмотрим на то что на площадках было в рамках вчерашней торговой сессии нефти на 35 68 собственно держимся чуть ниже локальных максимумов позавчера активно снижался рынок нефти вчера его практически вы купили при этом друзья хочется отметить что тот фундамент который вот сложился за последние дни он больше располагает к продажам поэтому я допускаю то что распродажи торговой сессии среды все-таки возьмут вверх надо инициативы покупателей котировки черного золота будут уже со следующей недели спускаться вниз к поддержке 30 долларов за баррель откуда бы хотелось рынка выкупить на долгосрок из последних сообщений новостных сводок россия пока что не выразила желание продлевать действие энергетического пакта точнее свое участие одно из значительных скажем вкладов именно россии приходится на всю сделку опек и россия как вы помните согласилась снизить добычу на два месяца мая июня два с половиной миллиона баррель сейчас уже собственно переживают российские производители стоит ли вообще принимать участие в этом факте потому что проблемы для рынка нефти они все-таки сохраняются и кстати друзья сегодня запишу ролик по перспективам рубля в том числе там будет разбираться тема о ситуации на рынке нефти и о том как могут действовать дальше российские производители российский сектор энергетики для того чтобы хоть как-то впоследствии увеличить доходную части бюджета поэтому те из вас то интересуются и рублем и возможно нефтью думаю что будет не лишним посмотреть опять же этот ролик точно вы будете в курсе как только мы его добавим если подпишетесь на наш канал получите уведомления ну ладно вернемся к рынку нефти и касательно того будет ли россия участвовать в сделке после июня это большой вопрос я допускаю что даже нет если в целом говорить об усилиях страна опек плюс может быть эти действия ключевых нефтедобывающих регионов и выступили основным фактором поддержки для котировок нефти раньше а сейчас без россии возможности этого соглашения будут фактически ограничены я думаю что решение будет озвучено уже в ближайшей неделе соответственно в сделке останется ли россия или нет если нет то мы убедимся лишь еще раз в том что рынок очень чувствительны сейчас к любым фактором перекоса баланса если окажется так что дальнейшее сокращение нефти будет не таким динамичным и необходимым для рынка как это было раньше то соответственно черное золото бренд это будет чай покажет еще одну волну на распродаж еще один отчет запаса нефти сша плюс 7 и 9 миллиона это официальная статистика по идее на росте запасов мы обычно наблюдали за распродажами рынка черного золота сейчас этого не произошло поэтому делаем вывод о том что на рынке сохраняется вот этот по-прежнему напускной позитив он перекрывает тот негатив который сложился раньше но друзья это не нормальная динамика это то что нужно менять в плане поведения трейдеров и скорее всего это произойдет уже в самое ближайшее время чего стоит только одна тема отношений сша и китая повторюсь что накануне пекин принял закон точнее обличил законопроект формацию закона по нацбезопасности гонконга и собственно как только этот закон был принят мы ждем на ответных мер со стороны сша и сегодня в 21.00 по московскому времени состоится пресс-конференция трампа поэтому друзья хотелось бы конечно же в пятницу уже выдохнуть но я думаю что сегодняшний день будет очень жарким особенно под закрытие текущей сессии ведь есть вероятность того что сша в лице дональда трампа сегодня анонсирует новый пакет финансово-экономических ограничений санкции и рестрикции в отношении китая а как это повлияет на динамику рисковых инструментов мы не раз в этом могли убедиться если решение последует закрытие для риска будет довольно жестким по другим активам индекс американского доллара 98 30 целый блок статистики который вышел накануне по штатам это заказан товар длительного пользования снижения больше чем на 17 процентов ввп пересмотренная оценка за первый квартал с 4 8 процента до пяти во втором квартале будет еще хуже число заявок на пособие по безработице больше двух миллионов а повторных заявок друзья 21 миллион и после этих данных кто-то мне скажет что у американского фондового рынка есть все чтобы расти и возвращаться к прежним максимумом ну попробуйте еще раз сопоставить и за и против и вы поймете почему то что происходит в моменте данный момент это неправильная динамика это заблуждение это ловушка для покупателей которая сейчас очень заманчивая конечно же потому что рынок безоткатно растет но если будет коррекция она окажется очень серьезно и я не хочу друзья чтобы вы проморгали хороший уровне входа и а новую тенденцию которая может отправить тот же самый американский фондовый рынок снова в район двух с половиной тысячи пунктов и ниже доллар иена вовремя мы развернулись то семь двадцать восемь пара сейчас снижаемся белый дом впервые по моему за всю историю отказался от публикации прогнозы по экономическому росту то же самое что сделал ранний китай это еще одно доказательство того что совершенно непонятно как будто обстоят дела дальше и делать прогноз сейчас не благородное дело поскольку экономические проблемы и трудности собственно сохраняются и если опять же мировая экономика столкнется с риском повторной вспышки эпидемии весь тот прогресс который удалось достичь он фактически будет перечернут золото 1720 вот опять же удивительная динамика когда растет активно золото и рисковые инструменты но по золоту у нас длинные позиции друзья мы к теме отношений сша и китая будем возвращаться вновь и вновь особенно после того как поймем как сша станут действовать напротив китая опять же это станет известно уже сегодня в 21 00 по московскому времени допускаю что золото пойдет на перехай уже на следующей неделе по американскому фондовому рынку повторюсь я в коротких позициях жду снижения биткоин отвлеклись мы на прочие активы и биткоин тут же стреляет вверх 9500 долларов за одну единицу крипто единицу биткоин цели выше десятки но мы о них не разговаривали евро против доллара 1 1092 все решится на следующей неделе 4 июня когда состоится заседание европейского центрального банка я буду ждать это заседание поскольку уверен что кристин лагард понимая риск рост обменного обменного курса евро спровоцирует его снижение каждая фигура роста евро доллара приводит к тому что индекс потребительских цен начинает собственно снижаться на 0,1 процента проблема низкой инфляции для еврозоны это одна из краеугольных проблем поэтому друзья не считаю то что тот позитив который сложился даже по фонду помощи на семьсот пятьдесят миллиардов достойный для того чтобы оправдать еще большее ралли держу сел и очень рассчитываю на кристин лагард на следующей неделе на то что она спровоцирует необходимые распродажи и фунт против доллара тоже удивительная динамика после серьезного снижения фактически последовал такой же выкупа сегодня волатильность на рынке сохранится рост фунта смотрите на каком фоне происходил брэкзит мы знаем на какие проблемы связаны с этим бракоразводным политическим процессом переноса сроков не будет на джонсона наезжают за то что один из его ближайших советников нарушил в режим самоизоляции когда он действовал бэйли который ослабляет банк англии в интервью гардиан еще раз повторил что банк англии рассматривает возможности снижения процентных ставок а один из голосующих членов банк англии сандерс накануне также прокомментировал что не против проголосовать за снижение ставок ниже нуля главный переговорщик англии фрос накануне подтвердил что прогресса по переговорам нету и друзья на этом такое мощное ралли оценивая фундаментальный фон фунт остается в числе аутсайдеров я буду ждать его разворота на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания а